Меня зовут Алексей, мне 29 лет, и я учусь в студии Шум. Дубль три? Давай. Меня зовут Алексей, мне 29 лет, и я учусь в студии Шум. Что немцу хорошо, то русскому смерть. Хотя нет, наоборот. Что русскому хорошо, то немцу смерть. Поэтому у нас в стране столько всего необычного, и те веяния с запада, которые мы перенимаем, мы как-то переделываем под себя, переначиваем. Вот у нас недавно, буквально, наверное, лет 10 назад, в нашей жизни появилось такое понятие, как хостел. На западе в них живут несколько ночей. Приезжают в другой город и живут там, потом уезжают. А у нас научились жить долговременно. Поэтому, дорогие телезрители, мы сейчас вам расскажем и научим вас, как жить в хостеле долго и счастливо. У нас в гостях сегодня Руслан, житель московского хостела. Здравствуйте, Руслан. О, здравствуйте, здравствуйте. Ну, что вам рассказать именно конкретно про хостел? Руслан, расскажите, как так вообще, собственно говоря, пришла идея жить в хостеле? Все-таки хостел у большинства людей ассоциируется буквально с переночевать, наверное. Да, это, в принципе, не идея. Это, в принципе, принуждение мое. Я вынужден там жить. Принуждение самого себя? Нет, судьбы моей. То есть, судьба принудила жить в хостеле? Ну, конечно. Да, на зарплату в 25 тысяч не поживешь, что в квартире за 40. Сколько человек у вас в комнате? Четыре, иногда пять. Они меняются, хозяин не знает. А, так это все-таки, это хостел. Это официально названный хостел. Ну, как, он официально так, хозяин называет его так официально. Ну, думаешь, это хостел. Скорее всего, это общежитие все-таки у нас, наверное, да? Или коммунальная квартира? Нет, это квартира, как бы, сделана под хостел. Да, вот так вот. Квартира сделана под хостел, там живут несколько пацанов. Ну, как сказать, да, там в основном парни живут, ну, иногда бывают девушки там живут. В основном там парни, потому что девушкам, конечно же, не нравятся такие условия. Они хотят более отдельно там снимать. Хорошо, вот живете вы, предположим, неделю, месяц уже в этом хостеле. С вами четыре парни, тут залетная девушка-итальянка, например. Она так в интернете забила хостел Москва, и тут выходит хостел Арбат. И селится к вам на ночь. И вы такие сидите уже, значит, будни, вы сидите в своем хостеле, уже все надоело. И тут заходит итальянка. Чао, рогаце, говорит вам. Ваша реакция. Ну, вообще-то там итальянка вряд ли будет, потому что это не Арбат. Это Кантемировская. И от Кантемировской еще далеко. Вряд ли даже... То есть, в общем, там недалеко до Дадемиде. Даже москвичи, наверное, не знают такую станцию Кантемировская. У Руслана какая хватка, что значит жизнь в хостеле. Она научит человека справляться с трудностями. Ну, заходит русская девушка, в конце концов, Бабенция, я не знаю, там, приехала. В Домодедово приземлилась, а завтра ей на Ленинградский переночевать как-то могу. Вы знаете, я пока еще месяц там живу, но пока еще девушки туда не заезжали. Мужчины из-за комнат, в хостеле. А в соседних комнатах тоже? Ну да, там вообще-то три комнаты, и в третьей живет там администратор, так его называют, по крайней мере. Тоже мужчины? Ну да, не будет же там девушка работать. Ну, на самом деле, я не знаю уже, такая мужская компания, ничего, наверное, не происходит. Ну, в основном происходит, там выпивают иногда. В день рождения вчера справляли, кстати, у одного жителя. Хорошо, когда у нас выпьют люди, хочется продолжения макета девушек, как справляемся? Ну, в основном там, конечно же, такого не позволяет хозяин. Если он узнает, что там совсем бухают, и вот этот бордель устраивают, то там он придет и всех нафиг выгонит. А как же секс? Ну, знаете, секс можно искать в каком-нибудь другом борделе, вон сколько саун в Москве. По-моему, это не очень-то выгодно, дорогие телезрители, жить в хостеле, чтобы экономить деньги, а за сексом ходить в борделе, в сауны. Все-таки я советую вам снимать квартиру для себя для одного, или хотя бы комнату в комнату. Это, кстати, выгодно, потому что стоит 8 тысяч, а проститутку снять еще доплачивать надо. А проститутках их строим истинку. В следующий раз. До свидания.